13.07 в Кирове на 101.0. Программа интервью. Сегодня у нас не особое мнение. И у нас сегодня очень интересный и необычный гость. Я сначала немного расскажу, а затем представлю нашего гостя. Это тот самый бизнесмен из Италии, который хочет делать на Вятке наш местный вятский пармезан. Филиппо Спади. Филиппо, добрый день. Добрый день. И переводчик, который сегодня будет помогать нам общаться с Филиппо, Ольга Киселёва. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Филиппо, у меня первый и главный вопрос к вам. Почему же ваши бизнес-интересы связаны именно с Вяткой? В России много прекрасных городов, гораздо более красивых, богатых. Почему Вятка? Итак, Филиппо, первая вопроса это, почему ваши бизнес-интересы связаны именно с Вяткой? There are many richer regions in Russia, so why here? The answer is easy. Last December we went here with a group of friends for historical research. This group was so full of different business guys, business managers, and we are all together for same patient historical research. В этой группе было много моих друзей, много бизнесменов, руководителей различных компаний. Мы все были с одной целью, ради исторического исследования. When we arrived here, we found a very good place and very friendly people. We were really surprised about this. Когда мы приехали сюда, мы встретили очень дружелюбных людей, что нас очень удивило и впечатлило. It's normal for us receive a welcome, warm welcome, but here we have received a very warm welcome. Это обычно получать хорошее гостеприимство, но здесь мы столкнулись с очень дружелюбным гостеприимством. Мы здесь много попробовали разной еды, разных блюд, и мы заметили, что здесь нет твердых сыров. Но мы заметили, что у вас есть другие очень хорошие молочные продукты, такие как творог и молоко, и мы поняли, что у вас очень хорошее качество молока и качество производства на фермах. Таким образом, после декабря, когда мы вернулись в феврале, мы провели тесты вашего молока на различных фермах и посмотрели результаты. Результат был хороший. A little bit different from Italian milk, but it's good for production of hard cheese. Немного отличается от итальянского молока, но это хороший результат для производства твердых сыров. В нашей группе есть очень хороший производитель сыра, который в день на своем предприятии производит 90 голов сыра. Таким образом, я и другие мои товарищи решили провести этот эксперимент, попробовать произвести здесь этот сыр и посмотреть, что получится. А уже была пробная закладка? Have you already made the test input? No, we are made in test. We need some special place for this, special machines. Machines are ready in Italy and we want to move there. But the first important thing is that all Russian people tasted parmesan. The answer was, wow, I like it. We still haven't done the test input, but the equipment is already ready in Italy, but we need to also find a suitable place for производства. But what I can say is that all Russian people, who already tried this сыр, said, wow, it's very tasty. А какие качества молока важны для производства пармезана? На что вы в первую очередь смотрите? Which qualities of milk are important for production of parmesan? What is the first importance for you? The first important thing is that milk must be without pollution. Молоко должно быть незагрязненным этим. And then quality of food of cows. И второе, это качество корма, которым питаются коровы. And then there are different kind of models of milk. And we have to correct it. But all natural situations, not artificial, not chemical. Есть еще другие моменты, которые можно корректировать, но всегда речь идет о натуральном молоке, натуральных ингредиентах, не химических. А на сколько долг процесс производства пармезана? То есть, насколько я понимаю, вот вы делаете пробную закладку, дальше сколько должно пройти времени? How long is the process of producing parmesan from its beginning when you input? To make a test, it's not difficult, because we need only two or three machines, easy machines for low production and good space for seasoning. But the test, we need around six months. The test will not take a lot of time, it will need 2-3 установки, and the test will be about half a year. Until the cheese is ready. Yes, there are different seasonings of cheese. You know, there is 6 months, 12 months, 24 months, 60 months, 120 months. So, very different kind of parmesan. But to check the quality, we need only the first step. Parmesan можно производить, можно выдерживать и 6 месяцев, 12, 18, даже 120, но для теста 6 достаточно. Хорошо, мы сейчас должны с вами прерваться на небольшой перерыв. Я напомню всем нашим слушателям, что сегодня мы разговариваем с итальянским бизнесменом Филиппо Спади, тем самым человеком, который хочет сделать пармезан на вятке. Кроме этого, у Филиппа есть несколько бизнес-проектов, которые он также хочет реализовать здесь. Я надеюсь, что мы сегодня в процессе нашего эфира обо всем этом поговорим. Сейчас уходим на небольшой перерыв и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Сегодня у нас программа интервью вместо особого мнения. У нас абсолютно потрясающий гость – это бизнесмен из Италии Филиппо Спади и Ольга Киселева, которая помогает нам разговаривать вместе с Филиппо. Мы говорим о производстве пармезана на вятке, о том, насколько это реально, и о других бизнес-проектах, которые Филиппо хочет реализовать в Кирове. Филиппо, когда вы приехали к кировским бизнесменам и сказали, «Ребята, я хочу делать вятский пармезан», как они отреагировали? Филиппо, когда вы приехали к вятке бизнесменам и сказали, что вы хотите производить пармезан здесь, какова была реакция? И, честно говоря, большинство бизнесменов в вятке не было право. Это не верно в меня. Если честно, то у большинства бизнесменов эта идея не вызвала доверие. Потому что процесс изготовления пармезана очень сложный. Итальянские бренды очень крупные, и они действительно гордятся этим брендом. Но пармезан – это твердый сыр. Мы не можем производить тот же самый пармезан, потому что он защищен авторским правом. Поэтому вкус будет таким же, и качество тоже будет таким же, но название придется сделать каким-то другим, например, с словом вятка. Но, тем не менее, кировские бизнесмены в вас поверили, насколько я понимаю, и какую помощь, чем они вам помогли? Это будет интересно, потому что некоторые действительно заинтересовались этим проектом. Но главные инвестиции будут исходить от нас. Когда мы поймем качество сыра, мы можем уже обсуждать будущее этого проекта. Так как главный ингредиент твердого сыра пармезана – это именно молоко. И нужно хранить большое количество молока. Это дорого. Филиппа, а чем вы занимаетесь в Италии? Какой у вас бизнес? У меня агентство по продаже промышленной продукции от производителей клиентам. Например, для оборудования для производства сыра нужны трубы, клапаны и так далее. Моя работа заключается в том, чтобы наладить сотрудничество между фабриками и заказчиками. И поддерживать технические устройства, необходимость клиента и качество продуктов в фабрике. А почему вы в Италии не делаете пармезан? Почему вы не производите пармезан в Италии? Потому что, в Италии, я рассказал вам о том, что наша группа построила эту ситуацию. И один из пармезан пришел из фабрии. Я рассказывала про моих друзей, что один из них как раз был из сыродельной фабрики. Чтобы производить оригинальный пармезан в Италии, нужно очень много денег. Мы говорим о миллионах евро. Это миллионы евро. Потому что этот рынок очень закрыт. И это не нужно производить еще другого фабрики. Мы имеем пармезан. Мы не платим так много денег. Это очень закрытый рынок в Италии. И в итоге нет необходимости производить еще. Но когда мы здесь были в супермаркетах, мы увидели, что у вас много разных видов сыров. И мы подумали, что твердого сыра здесь не хватает. Это все санкции. All sanctions. Yes, this is the reason because we want to produce here. Да, поэтому мы и хотим здесь произвести. Вот такое импортозамещение по итальянски. Будете переводить, Оля? So, this is the import exchange and production. Yes, yes. And Italy has a lot of good products. From wine to cheese and a lot of special. But we think there is a possibility to produce good products also in Russia, because you have a good quality of ingredients. In Italy, there are many good products, начиная от вина и заканчивая сыром. But we think that in Russia there are also good ingredients, good сырье, из которого можно производить. And now this world is a global world. You know, people travel so easily, so cheaper, cost of flight. And we want to share our experience in technology of food and try to make something together. It will be good. It will be good for all. It will not be good. We have tried. It's a nice approach, but I think it's a little bit not traditional for business. Yes, maybe yes. But 20 years ago we had a different idea of business. It was not possible. And now the economy in Europe is changing. Yes, it is possible. But 20 years ago in business everything was different. And now the economy in Europe is experiencing changes. If you have not new ideas in Europe, you can die. Because Europe market is so full of companies, full of brands, and the internal request is not so big, even if you have a good product. So this is, we think this is a new market. And it's a pleasure for us to share this idea with the Kirov people, because they welcome us so warm, so friendly, and this could be a gift for people. Bring here our machines, our money, our persons, it's a proof, a demonstration of a trust. So, during your communication with Russian businessmen, did you notice any difference in running business in Russia and in Italy? Yes, I spoke with them about this, but we have a different point of view, and it's not so easy to understand what's happening. So we prefer to start from the low level of business. Yes, we can try, and we can do a good product. After this, we can choose the right position in the Russian market. So you want to go to the Russian market, not only Kirov market? If possible, yes. If possible, yes. If possible, yes. You have nine region borders from Kirov region. And it could be an opportunity for Kirov region to have the factory and the plant and send products outside. You have Italian factory here like Candy, Vesta and Pirelli, and they move products everywhere. Let's talk about the second area of business, that is the LED lamps, the presentation of which was just a few. It was just yesterday night. Yes, yes. It's a new product, and it's a new product also for Italy and Europe, because this company, Sea Lead, beside the Cefla Group, we remember Cefla Group has 2,000 of workers and 500 million euros. And they study the light of the sun and they produce special lead to reproduce sunlight in the dark. They really produce a lamp that's send only the right light vegetation. need to produce different kind of vegetables. This lamp gives the light that is needed to produce different kinds of vegetables. And with this lamp you can grow different kinds of vegetables and it is covered by a lot of copyrights. And with this lamp you can grow different cultures and all these lamps are protected. I would like to add, that in the afternoon there was a presentation of this equipment. Two top managers of the company Cefla came to us from Italy with friends. and in the last few years they came to Kirov. They arrived at one hour, took the presentation and left. I think we won't be able to translate it to Philippe. I will ask the question now, why lamps? Почему вы видите перспективу для этого бизнеса в Кирове? Я понял, что у вас не хватает солнечного света в течение года. Я был очень удивлен в декабре, когда было всего несколько часов солнечного света. А все русские хотят солнечных дней, о господи. Когда я встретился с этой компанией, я сказала, почему бы нет. Я думаю, что надо срочно всем кировчанам просто переехать в Италию и решить для себя вопрос солнечного света. Я думаю, что мы на этом прервемся ненадолго и вернемся к вам во второй части программы. Я напомню, что мы беседуем с Филиппо Спади, бизнесменом из Италии, тем самым человеком, который собирается сделать в Кирове наш местный собственный родной пармезан. И о других его бизнес-проектах на вятке. Сейчас мы уходим на короткую рекламу и через пару минут вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, что мы сегодня разговариваем с итальянским бизнесменом Филиппо Спади, человеком, который собирается сделать в Кирове местный пармезан. И сейчас мы обсуждаем второй бизнес-проект, который хочет реализовать Филиппо в нашем городе. Это освещение для теплиц. Интересный производитель из Европы. Буквально накануне прошла презентация. Об этом оборудовании рассказали кировским бизнесменам, которым это может быть интересно. Филиппо, я хочу получить от вас обратную связь о вчерашней встрече. Заинтересовались ли кировские предприниматели? Филиппо, я хочу получать ответственность от вас о вчерашней встрече. Так что, были ли у нас некоторые бизнесмены интересны в продукте? Да. Первое, я бы хотела бы поблагодарить мистера Юзенко за поддержку этого встреча. Да, я хотела бы поблагодарить, в первую очередь, господина Юзенко за прекрасную организацию этого мероприятия. И все прошло отлично, даже несмотря на то, что руководители Чефла намного опоздали из-за задержки рейса. Да, добирались сутки. Я, если честно, была удивлена, что они вчера доехали в хорошем настроении, очень позитивно и дружелюбно со всеми общались. Ну да, мы все поняли. Филиппо, расскажите, чем отличаются лампы, которые предлагает итальянская компания Силед, от всех остальных? Чем они лучше? Could you please explain in which way Силед lamps are better than other lamps? If you compare Силед with normal lamps, sodium lamps, you have low power. Силед at a very low power, low energy necessary to produce lamp. Если сравнить светодиодные лампы Силед с другими лампами, например, натриевыми, то здесь будет намного ниже энергопотребление. I know the energy saving is a very big problem here and also in Europe. Я знаю, что проблема энергосбережения очень актуальна здесь и также в Европе. The second step is the cost. The cost of our competitor is bigger than our cost. Цена нашего конкурента выше, чем у нас. А вы говорите про конкурентов в Европе или про конкурентов в России? Do you mean competitors in Europe or in Russia? In Europe. В Европе. Потому что эта технология сейчас в руках всего нескольких компаний. И третья – это качество светодиодной лампы. Комбинация различных светодиодов, комбинация различных ламп – это очень важный момент. И для каждого заказчика индивидуальное решение. И для каждого заказчика индивидуального определения. Это очень важный момент. И, конечно же, это что в России. Потому что предназначение вreciпση. И четвертое, это сервис, что очень важно также, и я хочу обратить внимание на то, что компания CLED очень важно удовлетворить покупателя, и поэтому сначала она производит полную установку, делаем пробный запуск, и только если покупатель остается довольным, тогда он платит за это. Таким образом, у каждой теплицы, у каждой компании есть возможность получить свой бесплатный проект, за который они не должны платить, если им не понравится результат. А как вы будете проверять, понравился результат или не понравился? Просто настолько доверяете? Да, доверяем? Можно посмотреть на результат выращивания овощей? Можно проверить, что овощи выросли быстрее и что их больше, что урожай больше, и не забывайте, что вы также экономите 60% энергии. Филиппа, как вчера кировские предприниматели отреагировали на эту информацию? Первая реакция была удивлена, потому что живые итальянцы могут быть как солнце, и вторая реакция была интересна и понимания. Первой реакцией было удивление, как лампа может быть такой же, как солнце, но вторым был интерес, чтобы понять, как это работает. Сейчас мы готовы предоставить им всю информацию и всю необходимую поддержку. Я также буду часто сюда приезжать и у меня будет возможность заезжать на эти предприятия и смотреть, как все происходит. Я знаю, что вы уже договорились с Кирово-Чепецкой тепличной компанией провести небольшой тест и испытать в действии эти лампы. Я знаю, что вы уже договорились с Кирово-Чепецкой компанией с Кирово-Чепецкой компанией, поэтому вы согласились сделать тест и посмотреть результаты. Да, да, мы проведем бесплатные испытания для Кирово-Чепецкой тепличной компанией, и руководитель сможет убедиться в том, как это работает. Мы пришлем сюда все необходимое оборудование, все лампы, затем итальянский специалист приедет и все это настроит. Не забывайте, что у Силед и Чефли 85 лет. И они производят различные компоненты, включая также уличные лампы. А также медицинское оборудование, стоматологическое, такое как микрокамеры, таким образом мы знаем очень хорошо толк в этом деле. Компания, конечно, не хочет терять свой имидж за ламп, поэтому, конечно, мы доверяем этому продукту. Ну вот, наверное, у меня будет тот же вопрос про компанию Чефла. Большая европейская компания, 2000 сотрудников. Сколько там миллионов евро оборота? 500 миллионов оборотов в год. Зачем Вятка этой компании? Почему они сюда приехали? The question is, why the company that is as big as Чефла, why it wants to come to Вятка? Because I started with them away, working together. And I want to, again, like Parmesan, to want to opportunity to this town and this region to have a new business and new technology. From here, maybe we can move this business in other provinces. It looks not like business, but like charity. No charity, of course. Business must start from a place where you find good conditions for this. Business must start from a place where you find good conditions for this. Я получил несколько сообщений с контактами из других регионов. Также я с ними связался, но ощущение не было таким, как при общении с кировскими бизнесменами. А до того, как начать здесь какой-то бизнес, вы изучали условия ведения бизнеса в России, общались с российскими предпринимателями о том, каково же ввести в России свое дело? Как это значит, у вас есть бизнес в России, и вы можете общаться с русскими бизнесменами, чтобы научиться об этом? Мы были знакомы с русскими бизнесменами, но это не так легко, потому что для европейских людей, русский рынок, это очень близко. И много компаний, я встретил много компаний в Италии, которые продают материалы, которые продают материалы в России. И это как разный рынок, как пармезан, мы хотим начать от того, как пармезан, мы хотим начать от этого бизнеса. Да, я общался, и я понял, что это не просто вести бизнес в России, а также для европейцев не просто попасть на российский рынок, так как он достаточно закрытый, и это могут подтвердить другие итальянские компании, которые сюда присылают материалы. Но, как я уже сказала, что касается сыра, мы хотим начать с самого начала и, грубо говоря, своими руками это все сделать. Не забывайте, что Чефла группа есть свой завод в Москве. И они производят продукцию для торговых сетей, различные оборудования. И мы можем соединить технологию светодиодных ламп с этим торговым оборудованием и произвести установки, которые позволяют выращивать внутри помещения небольшую зелень, например. Чефла группа built the first shop of future, and this shop is without a person, and you have communication with your smartphone about product, about information, about payment. So the company is very big. Чефла группа создала супермаркет будущего, в котором нет персонала, покупатели могут получать всю информацию о продукте на свой смартфон, например. Но в прошлом также другие компании, конечно, предлагали светодиодные лампы без какого-либо хорошего результата. So this is the reason, because people are a little bit without trust about this technology. И поэтому у людей недостаточно доверия этой технологии. Нам вот, к сожалению, пора заканчивать эфир, потому что время кончается. Unfortunately, we have to end our discussion, because we are out of time. It's always a pleasure. Это всегда приятно. Я надеюсь, Филиппа, что ваши бизнес-проекты реализуются в Кирове, и что у нас все-таки появится свой собственный твердый сыр, которым мы сможем гордиться вместе с вами. I hope your projects will become true here, and that we finally have our heart cheese, that we will be proud about. Thank you. Thank you very much. В студии для вас работала Юлия Афанасьева. Я напомню, что мы говорили с Филиппо Спади, бизнесменом из Италии, который хочет делать на вятке наш местный пармезан. На этом мы заканчиваем. Всего доброго и до свидания.